Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Предусмотрено порядка 2 миллиардов рублей. Все предложенные меры сегодня очень активно выбираются, то есть они востребованы. С нашей стороны идет поддержка с точки зрения пересмотра права на ту или иную выплату с учетом дохода семьи. То есть мы теперь не учитываем доход самого участника СВО. И в итоге у нас более 7 тысяч семей теперь смогли оформить пособия, в котором им отказано было ранее. Несмотря на то, что более 2 миллиардов рублей направлено на поддержку участников СВО семей, другие все обязательства республики перед жителями, они не сократились. То есть все социальные гарантии, все социальные наши проблемы, они будут решаться. И вот оперативно, совместно, внеся изменения в бюджет, мы смогли сохранить такую устойчивость. Состояние здравоохранения – важный индикатор общественных настроений. Поэтому и внимание к этой сфере самое пристальное. По прошлому году в медицину вливания внушительные – более 100 миллиардов рублей. Строятся ФАПы, ремонтируются больницы, закупается высокотехнологичное оборудование и спецтранспорт. Сейчас регион делает упор на привлечение специалистов не только в столичной клинике, но и в провинциальной, где можно получить подъемные. Вот, допустим, Дуванский район. Казалось бы, далеко. И вы представляете, там нету, там все специалисты есть. Но где-то недалеко от Уфы, почему-то, я уж не буду пока говорить, мы об этом обязательно будем. И без кадров, может быть, и есть аппаратура, может и машина стоять. Если не будет медицинского работника, это плохо. Аналогичная ситуация и в образовании. В рамках федеральной программы проводят капитальный ремонт школ. А колледжи в скором времени получат возможность участвовать в грантовой поддержке. Не говоря уже и о вузах региона, которые активно подключились к реализации одного из самых крупных концессионных проектов республики – созданию межвузовского кампуса. Строятся новые школы, строятся новые детские сады. И огромные вливания сейчас осуществляются и с учетом федеральных ресурсов в капитальный ремонт наших сельских школ. Мы приступаем к реализации большого проекта по строительству межвузовского кампуса, который, естественно, очень большие ресурсы туда будут направлены, порядка 26 миллиардов в рамках конституционного соглашения. В строительстве большой упор будут делать на развитие программы жил-строй-сбережений, и проектов «Южные ворота» с объемом частных и бюджетных инвестиций в 16 миллиардов рублей, а также «Забелье». Говоря о национальных проектах, Андрей Назаров сообщил, что с начала их реализации регион получил в прошлом году наибольшую сумму из федерального центра – почти 40 миллиардов рублей. Работа правительства оценивается в выполнении национальных проектов. У нас 14, которые охватывают все сферы деятельности, начиная с малого бизнеса, здравоохранения, образования. И, на мой взгляд, вот если у нас национальные проекты все выполняются, ну, значит, мы чувствуем себя, несмотря на СВО, несмотря на пандемию, несмотря на эти санкции, под которые попали практически большинство из Государств Думы, до наших тоже чиновников, и все нормально. Ради Хабиров также напутствовал и кабинет министров и депутатов госсобрания на коллективную работу для развития республики. Работу каждого из вас, коллеги, членов правительства, глав администрации, депутатов, я буду оценивать именно потому, насколько эффективно вы решаете задачи, связанные именно со специальной военной операцией. Мы приняли порядка 13 законов, касающиеся специально деятельности нашего правительства, деятельности муниципалитетов, вообще нашей республики, различных ее звеньев, условий специальной военной операции. Мы быстро реагировали на те вызовы, с которыми мы столкнулись. Это нестандартная ситуация. Приходилось работать в ручном формате. И зачастую мы где-то подходили к творческим соблюдению нашего регламента. В целом отчет правительства длился больше часа и касался всех сфер социально-политической и экономической жизни республики. Сразу после оглашения отчета Андрей Назаров и члены правительства ответили на несколько вопросов депутатов, после чего парламентарии единогласно приняли документ. Павел Ватолин, Максим Окунев, Андрей Иксаев, РБК УФА. Оборот малых и средних предприятий Башкортостана за 2022 год увеличился на 9% и достиг почти 700 миллиардов рублей. Об этом сообщает Министерство предпринимательства и туризма республики. Выручка малых предприятий за прошлый год составила 502,5 миллиарда рублей, средних – 169 миллиардов. В статистике не учитывались показатели микропредприятий. Больше всего малых и средних компаний по-прежнему работают в сфере розничной торговли. За прошлый год эта отрасль показала выручку в 287 миллиардов рублей, что составляет 40% от общего оборота МСП. Предприятия отгрузили товары в собственное производство и оказали услуг на 379 миллиардов, что в сравнении с 2021 годом больше на 21,5%. Объем инвестиций МСП в создание и развитие основных фондов за прошлый год составил более 10 миллиардов рублей. По прогнозу правительства, в 2023 году оборот малых и средних предприятий может достичь 750 миллиардов рублей, что на 8,2% выше уровня прошлого года. Башкортостан вошел в число регионов с наибольшим разрывом между зарплатами в провинции и крупных городах. Разница составляет более 35%. Схожая ситуация наблюдается в Пермском и Приморском краях, Краснодарском крае, Дагестане и Чечне, сообщили аналитики Реорейтинг. Для ранжирования использовали отношение средней зарплаты в провинции к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Результаты исследования свидетельствуют, зарплаты в крупных городах почти всегда выше, чем в провинции. Лишь в трех регионах России, Ненецком автономном округе, Амурской области и Республике Коми обратная ситуация. Это связано с сырьевым характером экономики регионов. Экономические центры там располагаются в небольших населенных пунктах, где ведется добыча полезных ископаемых. Самая большая разница в жаловании в Ингушетии, где жители малых городов получают вдвое меньше, чем крупных. По данным Республиканского института стратегических исследований, в прошлом году самая высокая номинальная начисленная зарплата была у жителей Уфы – около 64 тысяч рублей в месяц. Лишь в девяти муниципалитетах уровень заработной платы превышал среднереспубликанский, что говорит о серьезной внутрирегиональной дифференциации, отмечают аналитики. Также в число муниципалитетов, в которых уровень среднемесячной номинальной заработной платы превышал среднереспубликанский уровень, относились муниципалитеты, расположенные в Уфимской агломерации. Это Уфимский, Благовещенский, Калтасинский и Глинский районы, а также муниципалитеты, в которых находятся крупные промышленные предприятия. Это город Салават, Хайболинский район, Училинский район, а также город Октябрьский. При этом выделим позитивную тенденцию, которая наблюдается в последние годы. Более высокие темпы роста заработных плат в муниципалитетах, которые находятся внизу рейтинга. Неравномерно распределяются по территории республики ресурсы, в частности трудовые, а также объемы инвестиций. Большая их часть приходится на муниципалитеты в Уфимской, Южном Башкортостанской, Туймазинской и Октябрьской агломерациях. И пока такая концентрация сохраняется, останется и разрыв в зарплате, говорят эксперты. Премьер-министр страны Михаил Мишустин назвал 10-й форум регионов России и Белоруссии, который состоится в Уфе, хорошей возможностью для запуска новых совместных проектов двух стран. Об этом он сообщил на заседании Совета министров. На форуме ожидается подписание контрактов на 2 миллиарда долларов, запуск завода по выпуску оборудования для обработки зерна в индустриальном парке Уфимский и начало строительства производства коммунальной техники. Инвестором обоих проектов является белорусская компания «Амкадор». Рассчитываем также на успех предстоящего в июне в Уфе юбилейного 10-го форума регионов России и Белоруссии. Он станет хорошей возможностью для налаживания новых полезных контактов, но и уверен, послужит также запуску перспективных новых проектов. Напомню, товарооборот Башкортостана с Белоруссией в прошлом году составил 330 миллионов долларов. По сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 12%. Стороны заявляют о намерениях увеличить показатель до 1 миллиарда. Братская дружба возможна и на расстоянии в 3000 километров. В этом убеждены в руководстве Башкортостана и Абхазии. Делегация нашего региона на неделю отправилась в Сухуми, чтобы наладить еще теснее экономические и культурные связи. Сегодня товарооборот между Абхазией и Башкортостаном составляет 9 миллионов долларов. Но это мало, считает Ради Хабиров, возглавивший делегацию. Нужны взаимные инвестиции, перспектив для которых достаточно. В этом убедился и Максим Окунев. Выдерживаем от 12 до 14 месяцев в зависимости от года. Если там есть потенциал еще в дальнейшем выдержки, держим побольше. По старинным рецептам, но с учетом современных веяний и технологий. Легендарные вины Абхазии, как и почти 100 лет назад, когда предприятие по их производству только создавалось, по-прежнему ценятся в мире и прежде всего среди российских потребителей. В год здесь производят до 28 тысяч бутылок. Башкирской делегации показали всю технологическую цепочку, провели по цехам и дали понять, что мощности можно и нарастить в случае повышенного интереса со стороны жителей Башкортостана. И, конечно, вино будет традиционным угощением для гостей Абхазии из нашей республики, которых здесь очень ждут в силу братских отношений, заложенных еще в 90-х годах прошлого века. Башкирия нам всегда оказывала помощь в самые тяжелые времена. Сегодня новое время, и мы пытаемся придать новый импульс развитию наших связей. Традиционно, безусловно, это туризм, сельское хозяйство, пищевая перерабатывающая промышленность и другие направления, которые, я уверена, мы совместно сможем реализовать на территории республики. Абхазия и бизнес у Башкирии, я думаю, должно быть интересно у нас. Поставки вина в Башкортостан, как и другой продукции, имеют свои особенности. По словам главы Минэкономразвития Башкортостана Рустама Муратова, есть вопросы, связанные с межценовой юрисдикцией, в принципе, с разницей бизнес-подходов. Но все эти препятствия можно преодолеть, разработав совместные инструменты взаимного продвижения товаров и услуг на рынке Башкортостана и Абхазии. Определили ряд проектных инициатив. Мы сегодня определяем конкретные инструменты развития, инструменты сотрудничества. Это и возможно создание Башкирско-Абхазского фонда развития. Возможно, это другие инициативы, которые позволят прежде всего нашим инвесторам реализовывать здесь проекты. Туризм приносит экономике Абхазии до трети всех налоговых поступлений. В допандемийный 2021 год в эту республику на отдых приехали рекордные полтора миллиона человек. Но мест для размещения не хватает. 39 тысяч номеров есть в санаториях и отелях. Остальные гостевые дома и койко-места предлагают местные жители. Сейчас в Абхазии вслед за спросом идет активное строительство новых отельных комплексов. Для продвижения этой сферы среди туристов в рамках визита делегации в Сухуми подписано соглашение о сотрудничестве между башкирским туроператором Тархан и абхазским Ваяж. Туризм это часть жизни. И я считаю, что наши народы должны общаться. И если посредством туризма, благодаря ознакомлению с нашими культурами, традициями, я думаю, это на пользу будет как гражданам башкирии, так и гражданам республики Абхазии. Власти Башкортостана также рассчитывают, что подписанное соглашение позволит увеличить туристический поток в Абхазию из нашей республики на 20% уже в этом году. Также этому будут способствовать промо-туры, организуемые в ближайшее время. Промо-туры, прежде всего, дают возможность туроператорам открыть для себя какие-то новые возможности туристического направления страны, в которую приезжают. Поэтому наши туроператоры смогут ознакомиться с тем новым, что предлагает Абхазия. А нам, несомненно, республики Башкортостан тоже сейчас есть, что предложить в туристическом направлении. Процесс сближения как в экономической, так и в гуманитарной сферах можно было бы ускорить благодаря авиационному сообщению. Расстояние не покажется большим препятствием при восстановлении аэропорта столицы Абхазии, города Сухуми. Из-за непризнания большинством стран мира Абхазии как независимого государства, Международная организация гражданской авиации аннулировала код аэропорта. Но у России и Абхазии другие планы. Взлетно-посадочная полоса готова к модернизации, как и одобрен проект реконструкции авиагавани, которая должна быть завершена уже в 2024 году. Проектная смертная документация готова. На это потребуется определенное количество времени, определенное количество денег. Документы проходят государственную экспертизу. Параллельно подготовлен документ межправительственного соглашения о реконструкции аэропорта города Сухум. Так или иначе, в ходе совместных встреч во время визита делегации Башкортостана в Сухуми договорились о возможности отправки на отдых детей и пенсионеров в Абхазию, в том числе в рамках программы «Башкирское долголетие». В образовательной сфере есть предложение открыть целевые места в Уфимском автотранспортном колледже для студентов из Абхазии. Предполагается их обучение для работы в сфере наземного обслуживания гражданской авиации. К тому же есть большие перспективы увеличения взаимного товарооборота, который пока составляет 9 миллионов долларов. Товарооборот на данный момент небольшой, но совершенно точно есть ряд видов продукции, которые нам интересны. Прежде всего продукции сельскохозяйства Республики Абхазия. Ну и, конечно, мы сами готовы предложить, в том числе и прорабатывающую промышленность, и продукты нефтехимии готовы предлагать. Поэтому есть о чем договариваться и есть куда двигаться. Еще более широкие возможности для сотрудничества двух республик были представлены на презентации инвестиционного потенциала Башкортостана. Сгладить юридические шероховатости для развития бизнеса по обе стороны границ позволит специально разработанная программа развития сотрудничества, отметил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров. А экспортерам предоставят все возможные преференции для поставок продукции в Абхазию. Словом, такой задел на развитие стратегических связей со стороны Башкортостана не случайен. Республика Абхазия, которая выбрала углубление интеграции с Россией, получит всеобъемлющую поддержку. О чем сказано в новой концепции развития внешней политики нашей страны. Максим Окунев, Дмитрий Аксаев, РБК УФА, Абхазия. В Башкортостане увеличилось количество финнорганизаций с признаками нелегальной деятельности. Банк России пополнил так называемый предупредительный список. В прошлом году в него попали 15 таких компаний республики, достигнув цифры 45. В основном это так называемые черные кредиторы, которые занимаются незаконной выдачей займов. В их числе микрокредитные компании и ломбарды, которые не состоят в реестрах Центробанка, но оказывают финуслуги. Есть и комиссионные магазины, которые выдают займы под залог имущества, не имея на это права. Как отмечают в Нацбанке по республике, черные кредиторы, как правило, выдают средства под завышенные проценты. Между тем, предельная величина заема в легальных микрофинансовых организациях ограничена законом и долг клиента не может превышать сумму заема более чем в полтора раза. Специалисты предупреждают, прежде чем заключить договор с финансовой компанией, следует проверить ее статус на сайте Банка России. В Башкортостане учредили 10 ежегодных грантов главы Башкортостана для колледжей в размере 1 миллиона рублей каждый. Их будут вручать за достижения в области среднего профессионального образования по итогам года. Об этом сообщили на заседании правительства. Гранты будут вручать по различным номинациям. Инновационный подход, воспитательная работа, качество подготовки кадров, взаимодействие с предприятиями, работодателями и другим. По каждой из номинаций разработаны критерии отбора. Первых победителей Минобор определит до конца декабря этого года. Как вы знаете, мы являемся одним из лидеров в стране по числу учреждений среднего профессионального образования. У нас функционирует 93 колледжа, 41 селял, в которых обучается 106 тысяч человек. В рамках федерального проекта в регион было привлечено более 500 миллионов рублей субсидий на создание современных мастерских и образовательных производственных центров. Началась поэтапная модернизация учреждений. В прошлом году на капремонт 11 СУЗов из республиканского бюджета выделили 463 миллиона рублей. 57 миллионов направили на открытие филиалов медицинских колледжей. Бизнес-омбудсмен в Башхатистане получил новые полномочия при рассмотрении жалоб. Он сможет без специальных разрешений посещать предпринимателей в СИЗО, которые проходят по уголовным делам. Это поможет уполномоченному по защите прав бизнесменов в сборе необходимой информации и станет дополнительным инструментом в деятельности. Законопроект одобрен профильным комитетом госсобрания и был рекомендован к принятию в первом чтении. Данные поправки необходимы для того, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральными изменениями. Также упоминаются места, исполняющие уголовное наказание в виде принудительных работ и ареста. Кроме этого, расширен и перечень лиц, относящихся к данной категории. Это индивидуальные предприниматели, это также члены органов управления коммерческих организаций в связи с исполнениями ими предпринимательской или любой экономической деятельности. По словам бизнес-омбудсмена, в прошлом году в Башкортостане возбудили 450 уголовных дел по экономическим преступлениям. Зачастую проблемы с законом возникают в компаниях, где учредители являются партнерами. В процессе работы у них возникают проблемы в бизнес-взаимоотношениях, что выливается в уголовное разбирательство. Еще одна распространенная статья, по которой привлекают предприниматели, 159-е – мошенничество. В республике расширят возможность применения золотых акций специального права государства блокировать решения в Совете директоров. Ее распространили на компании, доля государства в которых снизилась до 20% и ниже. Ряд поправок в закон о приватизации госимущества приняли депутаты Госсобрания во втором чтении. В декабре прошлого года на федеральном уровне были приняты изменения, которые позволяют пользоваться специальным правом в компаниях, доля в которых сократилась до 25% и ниже. Ранее оно распространялось на предприятия, 70% которых принадлежало государству. На данный момент республика владеет правом золотой акции в пяти компаниях – башкирские вторичные металлы, УЗМИК, УМПО, Востокнефтезавод «Монтаж» и «Странек». Также депутаты рассмотрели поправки, касающиеся выкупа госимущества. О льготной приватизации также у нас уже было, недвижимое имущество. Сегодня уже вносит изменения и также будет льготно приватизировано движимое имущество. Это очень важно, потому что иногда, получается, земля приватизируется, а имущество движимое, которое он льготно приватизировать не может, и он остается. Снижается при продаже госимущества сумма задатка с 20 до 10% при условии, что его стоимость ниже 100 миллионов рублей. А также вводится норма, предусматривающая установление публичного сервитута – доступа в приватизированное помещение, находящееся в государственном здании. Его использовать можно, если помещение… Такое право пользования дается в случае, если только через это помещение можно пройти в иные части строения. Весна – время обновления. Не только природы, но и асфальта. У дорожников начинается буквально горячая пора. Первые четыре асфальтобетонных заводов уже запустили. Постепенно приступают к массовому ямочному ремонту. Хотя браться за дело надо было еще раньше, заявил на оперативке Ради Хабиров. Такого же мнения и автолюбители. Кто-то уже успел повредить колеса и подсчитывает убытки. А ремонт нынче даже классики обходится недешево, сообщили водители нашей съемочной группе. Ну в Уфе в этом году, конечно, вообще это дороги. Я вот сам пробил два раза колеса только в этом сезоне. Особенно на выезде из города очень много проблем. И проседает асфальт, и ямы. То есть ямочный ремонт нужен не в мае-июне, он уже должен с первыми проталинами. Потому что скрытые под водой ямы, они представляют опасности для автомобилистов. Пришла весна, вернулись грачи и проблемы с дорогами. Вместе со снегом растаял асфальт. Пересчитать колесами ямы можно не только на окраинах, но и на главных транспортных артериях. Водители часто жалуются на качество дорог на улицах Хаксакова, Зорге, Октябрьской революции, даже Цюрубе. Есть проблема и на проспекте Салават-Юлаева. Пытаешься ехать по своей полосе, но все время съезжаешь в грею, которая на дороге. В итоге поездка превращается почти в ралли. Ты уворачиваешься от ям и одновременно от машин, которые тоже уворачиваются от ям. Тема дорог попала на первую строчку системы инцидент-менеджмент, собрав за неделю почти полторы тысячи обращений. И вызвала критику со стороны главы республики. Ради Хабиров обещал разнести подчиненных за низкие темпы ямочного ремонта. У вас один аргумент был. Асфальтовые заводы мы не можем запустить, потому что это неправильно. А что, вот даже я вижу машину, мы оттачиваем, как говорите. Существует масса всевозможной техники, которая сама подогревает, сама готовит для ямочного ремонта и делает. Вы мне вдвоем застали такую защиту. Вы что, думаете, я прощу, что ли это? Я Морзайлову говорю, значит, включайте к чертовой матери ваш асфальтовый завод. Нет, мы не можем, это нелогично и так далее. А где же вы тогда смотрели? Почему другую технику не посмотрели? Как пояснили в Башкировтодоре, асфальтобетонные заводы запускают, когда за окном устанавливается стабильная плюсовая температура. На сегодня в республике заработали 4 АБЗ. Крамоскалинский, Стерлитомакский, Бирский и Кугорчинский. Кто-то уже выпускает продукцию, другие пока прогревают битум. На это требуется несколько дней после зимней консервации. По мощности выпуска эти заводы нормируются по 30-35 тонн материала в час, чего достаточно для производства работ по ямочному ремонту. Материал для ямочного ремонта у нас заготовлен на 100%. Кроме этого у нас и на строительный сезон на 40% уже материал заготовлен. Если здесь уж производственную базу смотреть, у нас находятся два асфальтобетонных завода. В строительный сезон используется два. Второй завод тут у нас ТТМ «Юниверсал Гопл-2000» с производительностью 160 тонн в час. Всего в этом году заводы планируют выпустить 1 миллион тонн горячей асфальтобетонной смеси. Из них 100 тысяч тонн используют для ямочного ремонта. Для этого уже заготовлено 328 тысяч тонн щебня и почти 6 тысяч тонн битума. Для первой половины апреля мы запустим полностью 27 АБЗ, которые уже будут выпускать горячую асфальтобетонную смесь. То есть мы уже будем делать ремонт не только ямочный, но и больших дефектов, устранение больших дефектов и будем проводить ремонты большими картами. В Башкировтодоре говорят, работают круглосуточно. Все данные дорожники вносят в специальную систему. У каждого дефекта есть номер, местоположение, параметры. После устранения ямы делают фотоотчет. С начала года специалисты оцифровали почти 10 тысяч дефектов. Из них около половины уже устранили. По данным регионального Минтранса, ямочный ремонт дорог регионального значения в Башкортостане должен завершиться до 10 мая. На остальных трассах до 15 июня. В Уфе дефекты устранят до конца апреля. Процесс этот непрерывный, он и дальше будет продолжаться. Но если брать первые весенние дефекты, которые образуются, то срок у нас май. Где есть возможность, конечно, они отрабатывают по максимуму. Тем более сейчас, пока солнечная, хорошая погода, они стараются все дефекты устранить. Сейчас температура еще не подсказывает. Все-таки варьируется. Где-то минус в дальних районах, в северных там, скорее всего. В некоторых районах даже снег практически еще достаточно. Что касается городских дворов и кварталов, где уже сошел снег, дорожники взялись за работу. В этом году планируется устранить более 40 тысяч квадратных метров дефектов. На эту работу дается срок до середины июня. Дополнительно в рамках программы по комплексному благоустройству дворовых территорий Башкирские дворики будет выполнен капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий в 206 дворах. Планируется отремонтировать 180 тысяч квадратных метров проездов, обеспечить ремонт устройства 4800 парковочных мест на площади 72 тысячи квадратных метров. Планы по ремонту проблемных дорог на этой неделе еще раз подробно обсудили на Трансчасе с участием главы республики. На то, чтобы обновить наиболее фонящие трассы, направят 4 миллиарда рублей. Всего приведут в порядок участки общей протяженностью 218 километров, а также сельские и городские улицы на 234 километра. Маргарита Гафарова, Ильдус Сурин, РБК, УФА. 99% вылетов сверхлегких самолетов для обработки сельхозземель происходят без специальных на то разрешений. Об этом на круглом столе сообщил заместитель министра сельского хозяйства республики Ирик Сураков. Он объяснил это нехваткой техники, на которую есть сертификаты для работы в хозяйствах. Сураков подчеркнул, что вертолеты более приспособлены для работы в полях, но стоимость их вылета в разы превышает использование малой авиации. Поэтому в Минсельхозе республики предлагают развивать сеть аэродромов и активнее переходить на более вместительные, но компактные по габаритам самолеты. Изучая опыт Белоруссии, мы поняли, что на сегодняшний день это более эффективное направление. Там более 400 аэродромов получается только в одной области Белоруссии. И там еще плюс есть то, что если хозяйство имеет специалистов, то они могут его использовать даже мощь на просплине. Но даже при пополнении сертифицированного парка сверхлегких самолетов обработать ими всю пашню региона не удастся. Потенциально проблему можно было бы решить за счет развития беспилотной авиации. Эксперты круглого стола считают, что необходимо уже сейчас подготавливать специалистов для управления дронами. Профильные курсы могут открыться на базе Башкирского государственного аграрного университета и Уфимского университета науки и технологий. На набережной реки Белый в Уфе построят 7 баскетбольных площадок и зону для уличной гимнастики. Они займут территорию в 3000 квадратных метров. Инициатором проекта выступил баскетбольный клуб «Уфимец». Инвестиции составят 45 миллионов рублей. Спортивные площадки будут бесплатными для всех желающих. Они станут местом проведения некоторых городских спортивных мероприятий. Хотим объединить все молодежные направления. Это и самокат, велосипед, скейтбординг, граффити. И сделать такую крутую площадку для развития уличной культуры. Одно из направлений – это баскетбол 3х3. Это олимпийский вид спорта. Мы уже построили один объект в парке Кашкадан. И вот вышли с проектом. Центр уличного баскетбола привлекли инвесторы. Это промсвязь банк. Они готовы построить данную площадку. У инициатора проекта возникли трудности с получением земли. Спортивные площадки хотят разместить возле комплекса отдыха «Юность». А необходимый участок частично занят соседом. При этом он не против передачи земли под проект, но взамен просит расширить свою границу в противоположную сторону. В мэрии города планируют решить вопрос в ближайшие несколько недель. На этом наш выпуск подошел к концу. Такими мы увидели основные деловые события недели. Еще больше новостей на нашем сайте rbctv.defisufa.ru Смотрите наш телеканал и помните, новостей много, но главное на РБК. До свидания.